Здравствуйте, Александр Иванович, это беспокоит вас врач-ординатор из второй поликлиники Дарья Николаевна. Я бы хотела узнать, как вы себя чувствуете. Обзвонить пациентов, узнать, как себя чувствую, скорректировать их лечение. Дарья Рыжонкова одна из тех, кто пришла на помощь основному составу врачей городской поликлиники номер два. Девушка с детства мечтала лечить людей и сегодня, несмотря на то, что впереди еще годы ординатуры, исполняет свою мечту. Знаний хватает, в процессе познает тонкости врачебного дела. Я понимаю, что сейчас большое количество пациентов и на самом деле врачи, они не справляются, потому что очень большой идет поток, конечно, необходима помощь. И мы, как ординаторы, мы просто обязаны, я считаю, помочь в такое непростое время. Время и правда сложное. Поток пациентов увеличился практически в три раза. А врачей, как было 69 человек, так и осталось. Специалисты физически не справляются. На загрузку влияет рост заболеваемости ковидом, количество обращений в поликлинику и число вызовов врачей на дом. Одним словом, осень. Простуда никого не щадит. На сегодняшний день сформированы группы, по крайней мере, пришли в поликлинику медсанчасти две группы. Это фельдшерская группа и группа врачей-ординаторов. Фельдшеры пришли в составе пяти человек, и ординаторы-врачи молодые подошли в составе 32 человек. И мы рады, что мы можем помочь. И врачи, конечно, рады, что мы приходим на помощь. Надо отметить, лечением занимаются врачи. Рабочая группа чисто подмога. Работают с бумагами, на телефоне доставляют лекарства больным. Всего по городским поликлиникам устроили в помощь 119 будущих врачей. В области пока что справляются своими силами. Еще один плюс для мобильности поликлиник. В каждую поступает дополнительный автопарк. От правительства области и муниципалитетов. Тут помощь уже на всю область. Порядка 40 дополнительных автомобилей. В поликлинике номер 2 – это УАЗовская буханка. С врачами, конечно, сложнее работать. Очень много адресов. Постоянно ездим то к больным, то к уколу, то помощь какая-то. Постоянно в движении. Рабочие группы будут опорой для врачей до тех пор, пока темпы заболеваемости не начнут падать вниз. Кстати, для будущих специалистов участие в них – отличный шанс проявить себя и набраться опыта. Максим Бажанов, Сергей Рябухин, репортер 73.